Всем привет, мои хорошие! Я уже собралась, сегодня у нас суббота, у нас очень много планов на сегодняшний день. Кирилл идет сегодня на день рождения, мне нужно купить подарок, чтобы он мог его подарить. Нужно скупиться, нужно поубирать, у меня два больших заказа, и их тоже нужно выполнять, поэтому выходные обещают быть активными, ну не знаю, что мне удастся поснимать, ну что-нибудь да поснимаю, поэтому давайте начнем новый влог. Анечка, а что это у тебя такое в ручках? А это мамины наушники! Ура, 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 маме пришли наушники. Сколько прошлым моим наушникам было, Стас? Ну как с айфоном купили. С айфоном. В 2008 году. В 2008? В общем, представляете, сколько прослужили мне наушники с 2008 года, это ого-го, сколько! Ну, сейчас у меня уже телефон Сони, в прошлом году у меня телефон умер, но наушники еще год служили, но вот дослужили они свое. Я, если честно, не хотела заказывать их, потому что они очень дорогие, но муж сделал мне подарок. Вот, сейчас они стоят 35 евро, вот он купил их за 30, потому что у него есть какая-то там корпоративная скидка. Ура, ура, ура! Мы с Кириллом уже купили зайнап-подарок, его тут нам даже бесплатно упаковали, да? Мы купили ей плеймобил для девочек. Ну, а Кирюша выбирал-выбирал, так себе ничего и не выбрал. Решил посмотреть каталог, да. А сейчас мы стоим в очереди за клубникой, уже появилась клубничка. Там, где аспаржу продают, там и клубничка. И сейчас мы прикупим себе килограммчик, опробуем, да? Сейчас уже пакуют био-картошку с био-спаржей, вот, и био-клубнику. Кстати, клубника очень крутая, я хотела как раз показать. Вот, ой, 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 смотрите, какая хорошая клубничка, красивая. Стоит она, правда, 7,20 за кило. Вот, довольно дорого. Но она очень вкусная. Мы в прошлом году постоянно её брали и ни разу не пожалели. И вот, я взяла ещё миттель-спаржу за 5 чем-то, евро за полкило. И картошку, полтора килограмма, 2,50. Но био-картошка, я хочу сделать соус. С кабачком, с синенькими. Вот, так, чтобы и детки кушали, и муж порадовался. Перекус на ягодке. Нет, я не хочу, спасибо. Мне это напоминает птичку, которая принесла в клювике и кормит своих птенцов. Пообедали и снова в путь. Сейчас закинем. Кирюша идёт на день рождения. Кирюшу закинем на день рождения. Цветочки купили, подарок, киндеры, все дела. Да, Кирюнчик? Вот, а сами поедем за цветами на балкон. Нет, это надо сюда положить. Ну, надо положить, потом возьмёшь. А, нет, это ничего. Потом возьмёшь. Кирюнечка, ты не с той стороны садишься. Ну, рассказывай. Это до моей подружки зайдут на день рождения. На день рождения идёшь? Ну, поднимайся по ступенечкам, давай. Пошли. Вот, молодец. Заехали мы по пути здесь в Том. Решили посмотреть здесь. Не знаю, если честно, какие я хочу цветы. Вот. Сейчас посмотрим здесь, какие есть. Я вообще думала вот эти вот купить. Так, чтобы они красиво свисали. Ну, это ж надо ещё и с сортом угадать. Я думаю, это вот из вот этих вот, да. Вот они беленькие есть, фиолетовые. Наверное, я их и возьму. Вот тут красные сверху. Так, начало положено. Ну, мы люди ученые. Мы в этот раз взяли с собой вот эти вот поддоны. Потому что в прошлый раз, когда мы их везли, это была каторга. Боже, какие же они красивые. Правда, липкие липкие. У меня руки теперь липкие. Поедем за следующей партией. Ха-ха, крутятские машины. Картинки, что ли, встилизованные. Вообще. И скорая вместе с ними. На всякий случай. Да. Хрустики. Поехали. Вообще. Я такое первый раз вижу. Я тоже. По-моему, эта скорая не с ними. Думаешь, совпала? Да. Может быть. Аня. Ань. Ань. Аня. Анюта. Нет. Все, она уже за рулем. Самый крутой гонщик. Поехали по цветочке. Да, видела. Маки. Боже, какая красота. Домашки. Мы здесь как в ботаническом саду. Здесь даже вот пальмы есть. А это вот что такое? Ну, что-то красивое. Красивое. Конечно, все красивое. Надо выбрать что-то одно. Вот, смотрите. Крыжовник можно посадить. Грушка. Яблочко. Все есть. Вот яблоко. 30 евро за дерево. Виноградная лоза. Виноградная лоза. Грушка. Это вот. Да, это виноград. Виноградная лоза. 79 евро. Стоит. Это что, конопля? Ну, я не знаю. Возможно. Вот эти красивые, конечно, но они, им надо место. Рододендроны. Вот они здесь продаются. Интересно, почем. 18 евро за куст. Класс. Да. У кого есть дом, так это вот что-то не знаю, но стоит 15 евро. Красота какая. Боже, буяет. Все буяет. Желтые маги. Обалдеть. 2,60. Но я хочу все в одном стиле выдержать. Мне вот эти вот очень нравятся, но я уже решила, что мы будем покупать те цветочки. И вот эти красивые голубенькие. Вот розы продают. 20 евро за куст. Боже, а вон какие розы красивые. Пойдем посмотрим. Жабки, лягушки. Смотрите, какое. И почем же такая красота. Ой, кыш, муха. Почем такая роза? Не ясно. Почем роза? Не ясно. Но красивая. Смотрите, какая интересная идея с кокосами. Круто. Обезьяна прям как настоящая. Мечта для буддистов. Но это явно не для буддиста. Но тоже весело. Вот в баухаусе стоят вот эти вот осушители. И внизу наполнители. Для большого вот такого горшка 7 евро. Мы берем маленькие по 3,45. Вот в маленькие наполнители. Ну а если покупаешь коробку изначально, то вот 15 евро уже с наполнителем. Вот в такое пестренькое в разнобойчике я купила. А Стасу купили на стол вот такое дерево красивое. Докупили тоже наполнителей. Аня! Я в машинке. Ты в машинке? Ты балованная? Девчонка балованная? Можешь кушать у своего американца? Бери, кусай. Чего ты боишься? Кусай. Папа тоже у нас не обижен. Я так поняла, это клубника, скорее всего, да? Клубника, миндаль. Такой кекс. Много клубники внутри. Много клубники? Супер. Ну, еще немножко красоты. Почему я эти здесь не видела? Я бы купила тогда лучше вот эти. Ну, ничего. Уже что купила, то купила. Если что, придем. О, какие большие деревья. Это оливка. О, это ты пропустила их на входе, да? Да, представляешь? Вот. Оливки продают. Целое дерево. Интересно, как их потом садят? Такие оливки. И сколько оно стоит? Ого, 600 евро стоит, представляете? Ой, не туда показываю. 600 евро стоит такое дерево. Это тоже интересно. Нет, это вот 200 евро стоит. Да, вот эти по 200. А куст? Куст всего 100 евро. Незаметно так. Почти. Ой, а ты так столько йогурта, Кирюша, купила? Ну, оказалось, мне нужен не только йогурт, мне нужен еще грушка, которая пропала. А деткам же ж надо. Вот. И я нашла эти тортильи, которые рольхины. Да. Это за ней что она делает? Ах ты ж, ё-моё! Садись теперь. Садись, Ань. Садись. Она не хочет. Она не хочет. Нет, нет, нет. Оборудуем балкон. Можно тебе работать будет тут. Муж установил зонт. Нас там соседи грилят. А он закрывает вообще от солнца? Да. Хорошо закрывает. А солнце вот там? Да, да. Вообще оно как бы оттуда вас светит. Нет, я когда работать выхожу после обеда, но оттуда светит. Да? Ну, его можно вот так повернуть и там сидеть. Сейчас установим здесь цветочки. Ну, вернее, как сейчас. Там надо нам в горшках просверлить пару дырочек. Потому как в прошлом году мы их установили. А потом, когда дождь идёт, а дожди здесь летом идут такие капитальные. О, муж спрятался. Чик-чирик, я в домике. Вот. То набирается вот так вот больше, чем половину воды в горшки. И приходится их оттуда вычерпывать, выливать. Ну, в общем, неудобно. Вот. Сегодня мы так оборудуем, оборудуем. А на завтра передают шторм. Грозовое предупреждение. Все дела. Я зонт, поэтому, что занесу пока. Кого, зонт? Да. Я станину для него укрепил. А сам зонт занесу. Может, надо ещё где-нибудь? Ну, там это 4. Норм? Ну, я могу по 2, там же, где 4, и каждую в двойном экземпляре. Ну, посмотрим, как его шатать будет. Да его вообще не будем шатать. Ну, да. Я у Юлечки Зонэншайн подсмотрела, что она делает такие шпажки в духовке. Ну, как понимаете, гриля у нас нет. Вот. Поэтому решила попробовать и я сделать мужу вот эти вот шпажки. Всё-таки выходной. Он сейчас себе достанет пивасик. Вот. Он, бедненький, там сверлит дырочки в моих вазончиках. Будет ему награда. Вот, мои хорошие, что у меня получилось. Ну, сюда я завтра доберу ещё один горшочек. Вот. Здесь у меня прям, ну, очень мне нравится. Ну, больше не было. Купила, а как раз отхватила только на один горшок. И здесь вот так вот получилось. Вот. Сюда тоже нужен ещё один горшочек. Но у меня есть вот такие цветы. Мне надо их просто пересадить в большой горшок. Завтра этим займусь. Пошли. Пошли будем с бабушкой созваниваться. Ну, я, конечно, в восторге. И туда мне надо ещё большой будет. Тоже цветочек. Ну, докупится со временем. Но я рада. Теперь мне надо ещё от пыльцы протереть вот это вот всё. И можно заседать. Это вот сюда вставляется зонтик. Ну, мы его будем хранить, естественно, в комнате. Идём. Идём. Идём, 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 идём. Стас обжил своё деревцо. Выложил сюда кристаллы. Иду! Монеты и черепуху. Ну, даёт. Принесла ступенечку из вазы. Знаете, для чего? Чтобы достать Кирюшиной очки. И отнести ему. Да, Анечка? Сейчас, подождите, вернётся. Я... А всё... Ну, умничка же, да? Вереница, мама сказала. Смотрите. Ох! А это, значит, да, это навес от дождя, да? От дождя! Так, Кирилл достал все свои машинки. Но это ж ещё не все машинки. Вот ещё машинки у нас. Да? У меня много машинок. Я делал. Да, много машинок. У нас сегодня воскресенье. День уборки. Мама! Ну, тут неожиданно позвонили наши друзья. Пригласили нас в гости. После обеда поедем в гости. Я рассадила сегодня цветочки. Правда, мне земли не хватило пересадить мой большой цветок. Но добавляла туда один горшочек. Ну, туда вот один горшочек. Цвета горшочек. И вот туда тоже горшочек. Эх, красота! Я сегодня вышла на балкон. И так порадовалась, порадовалась. Всё такое красивое. Сейчас они ещё приживутся хорошенько. Польются. Вот. И раскопустятся. Ну, я, по крайней мере, на это рассчитываю. Уж не знаю, что получится. С моим-то счастьем и с моими отношениями с цветами. Дай бог, чтобы они просто выжили. Смотрите, какая у нас погода сегодня. Вообще солнечно, красиво, прекрасно. Но с часу дня и до часу дня завтрашнего дня у нас штормовое предупреждение. Предупреждение о грозах. Так что погода обманчива. Мы приехали к друзьям. А там у них как раз цветут вот эти вот каштаны, которые цветут таким вот коралловым цветом. Это очень красиво. Смотрите, на полу вообще шикарно. Ну, чем же ещё могут дети заниматься, да? Играть в PlayStation. Это PlayStation? Нет, это Xbox. Xbox. Круто. Ну, прогноз погоды не врал. Обещали грозы, вот вам грозы. Я бы, конечно, не сказала, что прям гроза, но град и дождь есть. Вот до 11 вечера у нас будет так. Гроза тоже была. А завтра плюс 26 снова. Я слышал дождь, когда... Меня это совершенно не порадует. Что завтра будет тепло? Да, у Зайца завтра, у Стаса завтра вторая операция. То есть завтра опять его удаляют. Короче, вторые два зуба в 9 утра. В этот раз я поеду с ним. Буду контролировать. Аминь. Да. Аминь. Спасибо.